Деньги рассчитаны на 6 лет. Они поступят в те учреждения, которые сейчас находятся в действительно плохом состоянии. Сегодня в выпуске. Единая минимальная цена на пиво. К чему приведет заоблачные цены? Тариф на пассажирские перелеты пересмотрят. И бизнес на глазах, как торговцы рыбы из Кувейта обманули покупателей. Подробнее об этом расскажу в ближайшие минуты. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Билеты на самолет перестанут быть заоблачными. Авиаперевозчики пересмотрят стоимость перелетов. Новый алгоритм ценообразования Федеральная антимонопольная служба обещает подготовить к концу года. Недавно ФАС завершила проверку зарубежных систем бронирования и продажи авиабилетов. Эксперты пришли к выводу, что цены в России слишком высоки. Некоторые даже назвали их заоблачными и экономически необоснованными. Новые подходы должны проработать к концу этого года. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России в следующем году может составить более 23 миллиардов рублей. Это связано с формированием накопительной пенсии. В целом же параметры проекта бюджета выглядят следующим образом. Прогнозируемый объем доходов составит 8 триллионов 624 миллиарда рублей. Расходы чуть больше 8,648. Ранее сообщалось, что Кабмин завершает работу по корректировке бюджета Пенсионного фонда в связи с предложениями президента. В Новосибирской области начнут готовить управленческие кадры. По президентской программе уже объявили о наборе специалистов на обучение. Приглашают людей с активной жизненной позицией, ориентированных на продвижение бизнеса и региона. Документы необходимо подать до 23 сентября. Сам процесс – это 550 часов обучения в формате профессиональных коммуникаций, обмен компетенциями, практиками. По сути, это нечто среднее между лекциями и консалтингом. В интерактивных формах занятия ведут известные эксперты из академической среды и бизнесмены. Сами стажеры будут разрабатывать и попытаются реализовать проекты, имеющие практическое значение для предприятия и региона, позволяющие обеспечивать их развитие. Кстати, предусмотрены обменные стажировки в Германии, Франции и Японии, а также проектные стажировки в Южной Корее, Китае и Сингапуре. Два новосибирских вуза вошли в сотню лучших по стране НГУ и НГТУ. Вновь показали отличные результаты. Этот рейтинг составляли на основе не только статистики, но и опросов. Качество образования оценивали ученые, студенты, выпускники и работодатели. А Новосибирск составители рейтинга отметили особо как регион, где хороших вузов немного, но научный центр демонстрирует успехи в масштабах страны. Лидером списка стал Московский госуниверситет. Следом за ним идут МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт и Госуниверситет Санкт-Петербурга. Кстати, рекордсменом по качеству высших учебных заведений стала не только Москва, но и Томск. Пиву присвоят минимальную розничную цену. С такой инициативой выступает Росалкогольрегулирование. Ведомстве сообщают, что вопрос будут изучать всесторонне, а после вынесут его на обсуждение в Минфин. К слову, с предложением ввести минимальную цену на пиво уже выступали участники пивоваренного рынка. В Росалкогольрегулирование считают, что минимальная цена на пиво, как и на весь другой алкоголь, позволит тщательнее отслеживать рынок. Это прежде всего борьба с фальсификатом и некачественным товаром. Это не должно привести к перебоям с производством или поставками. Уже думают о том, как будет выглядеть универсальная марка для пивоваренной продукции, которой будут помечать все виды тары. Власти могут привязать выдачу потреб кредитов к семейному доходу. Соответствующий законопроект обещают подготовить к осени. Пока же над ним работают. Суть в том, чтобы снизить закредитованность. На сегодня долги россиян по кредитам превышают рост зарплат вдвое. Только в июне рост составил почти 16%. Цитата дня в деловых новостях. Возможно, новые требования к заемщикам, чтобы дестимулировать закредитованность, мы говорим сейчас решение, связанное с соотношением семейного дохода и платежей по кредиту. И напоследок продавцы из Кувейта прикрепили к рыбе пластиковые глаза, чтобы товар выглядел свежее. На самом деле рыба уже давно протухла, и сбыть ее удалось только обманом. Впрочем, довольно быстро заметили подвух. Рыбный магазин тут же закрыли, и у владельца теперь есть определенные проблемы с властями. А на этом у меня все. До встречи.